Каждый покупатель загородного дома спрашивает, а где школы, детские сады, где будут учиться наши дети, где больницу? Да вот, пожалуйста, на 25-м километре моего любимого Новорижского шоссе, долларовый миллиардер Алексей Мордашов строит частную школу. Он сам здесь неподалеку живет, у него дети подросли, им нужна школа. Обучение здесь будет открыто для всех желающих, ну за 150 или 200 тысяч рублей в месяц. Думаете, я издеваюсь? Ну, конечно. Это ролик о том, где учиться нормальным людям загородом, когда они покупают дом за 10, максимум 15 миллионов рублей. А вот в обычной общегосударственной школе в поселке Павловское места еще есть. Наверное, потому что это чуть-чуть подальше по Новой Риге, уже 32 километра. Здесь чиновники обещают построить школу. Три гектара, по полмиллиона за сотку, это же лакомый кусок. Зачем же здесь строить школу? Лучше украсть? В инфраструктуре нашей родины везде черные дыры. Вот смотрите, пересечение крутейшего Новорижского шоссе и так называемые бетонки. Кругом дорогущие поселки, миллионеры, все жирно. Но при этом по этой дороге, примерно 3 километра в сторону Звенигорода, сотовой связи нет. Едешь, звонишь, вдруг исчезает связь. Однако решение есть. Очень простое решение. Стационарный сотовый телефон. Смотрите, какой. Красавчик. Да-да, вы будете смеяться, так он выглядит. Но стоит 2000 рублей и бьет бог знает в какую даль. А если и этого мало, тогда вместо вот этой антенны отвинчиваешь и покупаешь еще одну за 500 рублей. И ты вообще дозвонишься бог знает куда. Понятно, да? Как говорит Юрий Дудь, переходим по ссылке в описании и покупаем сотовый телефон со скидкой 10% прямо сейчас. И вы дозвонитесь до любой бабушки в любую глухомань. Я нахожусь в эпицентре загородного строительства. 25 километров по Новорижскому шоссе. Здесь сплошные коттеджные поселки. Покровский, Новорижский. Вот Кембридж-таунхаусы. Дальше сам по классные многоквартирные дома. И вот они заселяются, заселяются, а людям детей отдавать в школу некуда абсолютно. Вот здесь, в Покровском, обычная сельская школа уже забита битком. 5 лет назад туда можно было спокойно отдать ребенка, а сейчас уже пока дети учатся в одну смену. Но уже на следующий сезон набрали 100 первоклассников. И они будут учиться в две смены. Алло, чиновники, когда будем строить школы? Если вы наберете в интернете школу Мордашова, то вы прочтете, что здесь должна была быть построена обычная муниципальная школа. Для поселка Павловская Слобода. Потому что там битком набито, в одной школе дети учатся в две смены. И вот должны были здесь построить обычную муниципальную школу, но что-то пошло не так или наоборот очень так. И теперь здесь будет частная школа Мордашова. Ай-яй-яй, проклятые олигархи нас грабят, да? Но нет, ребята, конечно, не все так просто. Здесь должен быть построен коттеджный поселок. И чиновники обязали строителей этого поселка построить и школу. И они думали, что появится халявная муниципальная школа. Но после 15-го года стало понятно, что бизнес не идет никак. Строительство коттеджных поселков абсолютно нерентабельно. В итоге земля зависла. Ее выставили на продажу 15 гектаров. И Мордашов просто купил. И он, конечно, строит школу дорогую себе своим детям. И муниципальную школу он никому не должен. Окей, да? Но чиновники нам по-прежнему должны. Чиновники должны строить муниципальные школы. А почему они их не строят? Хороший вопрос. Вот эта школа на живописном берегу реки Истра называется «Богатые тоже плачут». Она рассчитана на 650 мест, а учатся здесь тысяча с лишним детей. А места здесь крутейшие. Павловская Слобода. 20 километров до Москвы по Новорижскому шоссе. Земля здесь дорогущая. Полмиллиона за сотку не купишь. Кругом коттеджные поселки, дорогие буржуазные места. При этом дети в школе набиты, как селедки в бочке. Они учатся в две смены. Вот эти счастливые богатые дети из соседних коттеджных поселков и две смены. При этом построить новую школу здесь обещали уже сто раз. Каждый раз, когда выделяли землю для строительства очередного крутого коттеджного поселка или многоквартирного дома, тут же обязывали застройщика строить школу. Он подписывал, обещал, даже в генплан заносили. А потом раз, и он школу не строит. А чиновники меняют назначение земли. Сейчас расскажу несколько таких случаев. Колючая проволока, руины. Здесь, на трех гектарах, около Павловской Слободы, чиновники обещают построить школу. Прямо уже в 21-м году построят. Ага, я пробил этот участок земли по кадастру. И выяснилось, что это по-прежнему земля промышленности и назначение воинской части. Таким образом, не сделали даже первый шаг, не перевели эту землю. Значит, невозможно ни проектирование, ни дальнейшие шаги. Поэтому какая школа в 21-м году? Да не будет. А ведь здесь лакомый кусок. Три гектара земли. Да под полмиллиона за сотку. Ну разве можно здесь строить школу? Поэтому я лично не верю, что построят. Я думаю, что эту землю украдут. Отдадут хорошему человеку и объяснят, что здесь надо построить. Ну я не знаю. Жилищный комплекс, это все хорошо. И жилищные комплексы, и поселки, и места действительно чудесные. Но школу где-то можно построить. Уже 20 лет в Истринском районе Подмосковья поднимают колоссальные деньги. А школы как нет, так и нет. Я бы, конечно, предъявлял претензии к руководству Истринского района, но все полномочия забрали в область. Вы понимаете? Перевод земли, все дела и строительство школ – это лично губернатор. Вот он хотел все под себя загрести, но молодец, теперь за все будет отвечать. Вы будете смеяться, но это называется школа. В крутейшем поселке Новорижский, где огромное количество особняков, частный бизнес сам снял в аренду особняк и начал здесь с 1 сентября принимать детишек. 1 сентября цена здесь была 25 тысяч рублей в месяц, а сейчас уже цену подняли до 40 или даже 45. Вы чувствуете, спрос некуда отдавать детей богатым и счастливым. Поэтому вот этот особнячок. Моя знакомая отдалась сюда 1 сентября ребенка своего. Ребенок проходил 2 месяца, потому что за 2 месяца у нее 2 раза сменилась учительница. И пошли слухи, что этим учителям не платят, что их кидают, что их набирают по объявлению. Но ладно, ладно, это слухи, не будем ломать людям бизнес. Я от всей души желаю этому бизнесу процветания, потому что чиновники еще долго не будут строить нормальные школы. И 40 тысяч рублей в месяц дороговато, а вот за 25 было бы вообще шикарно. Ну только, пожалуйста, не надо кидать учителей на деньги, ладно? Между прочим, вот эта улица в поселке Новорижский называется школьной, потому что вот за этим желтым забором должна быть построена школа. Она по генплану здесь числится с незапамятных времен. Но в прошлом году что-то изменили в генплане, и вместо территории под школу здесь уже нарезали участки. И вот я вам ткну, покажу любой из этих кадастровых номеров. Он только в январе этого года зарегистрирован. Все вот эти участки. То есть здесь снова завертится бизнес. А между прочим, этот весь поселок Новорижский принадлежит крутейшему местному бизнесмену Козловскому, про которого я уже делал ролики. Анекдотичный персонаж. Он сейчас разговаривает с богом и объясняет стране, что вселенная устроена сложно. Поэтому вопрос, идти ли к богу или нет, как хотите. Алло, Козловский, может пора остановиться? Ну спросите у вашего бога, сколько надо денег человеку? Сколько десятков миллионов долларов надо нагрести, чтобы остановиться и сделать школу, ну как обещал? А вот обычная общегосударственная школа в поселке Павловское. Это 35 километров по Новой Риге, рядом с бетонкой. И здесь места еще есть. В одном классе 17 детей, в другом классе 25. Легко отдавать. Потому что здесь уже не так много богатых коттеджных поселков. Поэтому основная масса жителей осталась где-то в 15 километрах отсюда. Им лень сюда возить детей, и вот места есть. Кстати, в километре отсюда находится наш сам себе поселок. Вон там. То есть нам пока повезло со школой. Так, темнеет, а я вам не рассказал самое главное. Что я думаю о школах. Значит, вся наша советская школа, и платная, и бесплатная, тратит время наших детей напрасно. Большую часть времени они сидят за партами и ничего не делают. Или слушают, как другие ученики отвечают домашнее задание. Или как учитель скучно рассказывает то же самое, что написано в учебнике. Вы понимаете? А как надо? А надо школа нового типа. Я не знаю, как ее создать, но я догадываюсь. И вот здесь, на моей земле, в сам себе поселке, этим летом я на своем участке буду строить 100-метровый одноэтажненький домик. Очень просто. Просто зал. В котором мы субботу, воскресенье, или один день в неделю, будем учить детей делать мебель своими руками. Ну еще будет стол для пинг-понга стоять. Сложил его к стене, прислонил, или играем разразмяться. Будет весело. Если у нас образуется достаточное количество родителей единомышленников, и мы поймем, что у нас образовалось хотя бы десяток детей-ровесников, то, может быть, мы с 1 сентября сможем их перевести на вот нашу собственную школу нового типа. Ничего регистрировать, ничего не надо. В нашей стране сейчас очень просто. Оформляешь детей на домашнем образовании. Платишь куда-то 4500 рублей в месяц, и вся эта бюрократия оформляется сама собой. Ну, правда, надо, по-моему, сдавать два раза в год экзамены. Или один раз в год. Нормальные умные дети все экзамены сдадут. Никаких проблем, да? Слушайте, я сам был круглым отличником, и в школе мне было делать нечего. Три четверти времени я сидел, комиксы рисовал. Понимаете, да? Насколько мне было нечего делать. А мог бы в это время выучить французский, немецкий язык, не знаю, спортом заниматься, много чего, мебель научиться делать. Вы понимаете, да? Поэтому я думаю, что если у нас образуется 10 родителей единомышленников, и мы за это лето в режиме тусовки хорошо, так сказать, познакомимся и сможем, так сказать, договориться о том, что с 1 сентября у нас будет школа, у нас будет первая школа нового типа. Но я все понимаю, ребята, я уже много всяких затей затеял, и вы, наверное, ухмыляетесь и говорите, ты осуществи хоть что-то. Все осуществим. Да, и вопрос, кто будет строить этот каркасный дом. Значит, каркасный дом будет самый простой, на сваях. То есть приехала машина, одним днем сделала свайный фундамент, и дальше каркасник с утеплителем. Вот точно такой же, как я вам показывал в ролике «Дом за 2 миллиона», как сделал Юра. Юра, привет! Я еще не говорил тебе, ну, может быть, ты и построишь мне этот каркасник, а, Юр? Может быть, даже ты построишь мне его так же дешево, как ты построил себе, да? Размечтался, скажешь ты, да? Окей, окей, неважно, да, мы его построим. Каркасник – это один месяц. Невелика работа совсем, тем более одноэтажный. Понятно, да? Все будет! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok